У меня очередная индийская хрень Тархун и его индийская Джейн. Привет, дружище, ты на канале Нормально Так. Мужчина ищет дикое племя в джунглях, куда притащил свою семью. Гоняться за папуасами с женушкой и с маленьким спиногрызом, конечно, такая себе затея. Судя по животам, племя называется жгулевское. Обожает свои стрелы и пивка для рывка. Все три стрелы прилетают ученому мужу прямо в печень. Сотрудники Минздрава приодеты, в индейцев давно предупреждали бедолагу. Теперь же они выбрали действие вместо болтовни. Жену толстяки забирают на Октоберфест. По-моему, это Тарзан. Да ладно, ты что, с ним пиво пил? Очевидец Кумар в тот момент был пьян. Я и говорю, что Кумара раскумарила. Я владелец цирка Аполлон. Да, хорошее название для цирка. Можно еще было назвать его нас или Роскосмос. Короче, суть в чем. Владелец цирка предлагает охотнику работу. Доставить ему Тарзана для цирковых номеров. Тарзана? А это, наверное, главная героиня. Но гораздо занятие, что в толпе коричневых ребят затесался белый мальчик. В Индии, кажется, сломалась матрица. И как же кукуруку переводится на хинди? Стой, стой. Девушка предлагает рыбакам за рубли отвезти ее на остров. Но посмотрев на курс рубля, негодяй требует доллары. Иначе говорят, возьмем тебе силы. Она стреляет из фальшивого пистолета, рыбаки фальшиво умирают. А зачем ты приехала? Мне нужно было приехать. Сказать вам, как я вас ненавижу. Три дня я гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Просто брошенная дочка пришла к своему папе. Он, кстати, тоже ищет жгулевских. Наутро группы отправляются в гору. Девушка лезет в сапожках на каблуках. Даже Леша на гамаке не снимает. Их, видимо, боится, что эти босые бабу прут ее черевички. Это, наверное, Тарзан случайно сел на ежика, когда страл под деревом. Одни говорят, что он 100 метров ростом. А другие говорят, что 200. А третьи, что 300, четвертый, что 400. Тут индейцы вспоминают, что они танцевали весь день. Они без песен, как корова без молока. А дикие пляски тому же отпугивают зверей. Как говорится, хлебом не камин. На шум прибегает архун. И убеждается, что он еще не самый дикий тип на планете. Эти городские сумасшедшие дадут фору со своими бешеными танцами. Тархун забирается в палатку Руби. Так зовут девушку. Наверное, хочет стянуть те белые сапожки. Больно они ему понравились. Руби еще своей черевичкой у реки подозревает Симбу, который их мог стащить для своей львицы. Без каблуков она падает в реку. Тут кто-то подбрасывает на дубного крокодила, чтобы она не утонула. Этот дурак помощь отказывается. А Тархун дурачок с криками. Начинает с аллигатором драться. Хватит дурака валять, Тархун. Лучше спаси девушку. Вам добрые люди на дубного зверя бросили, а вы как идиоты себя ведете. Тархун спасает девушку от воды. И облапив ее всю, не знает, что с ней делать. Сесть ее или, ну не знаю, на свидание пригласить. Охотник в это время собирается стрелять у него из-за арбалета. Его уже вроде живым нужно было доставить. И тут тишину разрывает звук выстрела. Какая сволочь стреляла! Да, действительно, кто стрелял? Тарзан приходит к Рубе во второй раз, лезет к ней в рот. Наверное, думает, что она копилка. Губы ее ласкают, точнее, полощет. Папа, можно налить воды? Налей. Папа, можно дышать воздухом? Дыши. Папа, а можно жить? Живи. Папа, а можно поменяй пол? Меняй. Что? Тархун сильно подсел на ее губы и забирает ее с собой на речке. И охотник все еще не понимает, что курение вредно для ее здоровья. Была девушке и нет ее, стоит только отвернуться. Она стреляет из пистолета, а потом удивляется, что он дал деру. Побежал? Естественно. Даже макаки возмущаются ее поступком. Тут появляется наркотическая кобра с речанием. Собаки водят в нее дозу. От мощного прихода, обезумевшая девушка, улетает в наркотический транс. Тархун вынюхивает всю ее дозу. Говорит, эй, наркотик это плохо. Мы тоже, кстати, говорим всему миру. Наркотик это говно. Затем Тархун предлагает девушке отложить яйца в их новом гнезде. Давай, говорит, сделаем это. И опять он в ее рот сует пальцем. Что за фетиш? Я нашел себе самку, кричит Тархун. Это что? Тигросвин такой, ешкин кот. Кого только не покусала наркотическая кобра. Тархун зовет свою самку после того, как она присоединяется к своим. Она бежит на зов, но ее похищают веселые аниматоры и устраивают Кинг-Конг-шоу. На праздник заваливается детенышка Кинг-Конга, который начал, видимо, сильно эволюционировать, что немного стал похож на человека. На, забери свою дешевую бижутерию, кричит Руби. Мне Тархуна Мирай в гнезде. Тот вовремя уводит девушку из-под носа великана. Правда, дикие достают его из арбалета. Совсем рехнусы. Коллегу он решил привезти в цирк. Так какой от него прок тогда? Папа окончательно сажает Руби на дурь. Малые наркотические кобры. Слон спокойно заходит в лагерь и забирает девушку. Никто даже не проснулся. Видимо, папа Руби практикует всеобщую дурманизацию. Повторюсь, что наркотики это плохо. Папа. Папа. Пока Руби учила Тархуна английскому языку по методу Илоны Давыдовой, на лагере нападают веселые аниматоры со своим фаер-шоу. Детенышка Кинг-Конга убивает отца Руби. В ответ великана мочит Тархуна. Это тебе за дешевые бусы, которые ты хотел толкнуть Руби, как бы говорит наш герой. Пока ДиКей пытался захомотать девушку, на него сверху падает гигантский камень. Да, от такого булыжника можно в ящик сыграть. А он всего-то почесал репу. На Руби нападает гигантская анаконда, но Тархун делает из него новые сапожки для своей девушки. ДиКей стреляет в него шприцом в задницу, которая еще автоматически прыскает снотворное. Я привез вам Тарзана. Молодец, ДиКей, молодец. Вези его прямо в цирк и передай моему управляющему. Что он дебил. Пока дитя джунглит, томится в клетке, Руби проливает слезы. Задранный этот Тархун, кричит ДиКей, лучше пива ничего нет, говорит охотник. Вот бы жигулевскую или кваску жахнуть. Ты просто не умеешь пить Тархун, говорит Руби. На вкус и свет товарищей нет, продолжает девушка. Поздоровайся со зрителями. Здравствуйте. Довы загадочное лицо, бра. Тархуна сразу подвергает опасности, сбрасывает на гости, пытает огнем, а что они сразу его не убьют. Руби еще тут поет не в тему. Но вы не хуже циркачей только журналисты, которые толкают девушку с высоты. Делаем криминальные новости сами, видимо главный девиз этих газетчиков. Тархун наконец рвет на семи цепи, а что мешало ему сделать это раньше? По одному он выбрасывает всех журналистов. Зрители восторженно хлопают смертям людей, да, конечно, убийство, это же так весело. Но когда гасят уже самого Тархуна, публике все так же пофиг на страдания человека. Вот тебе и цирк с медведями и слонами. Но он начинается, когда в помещение врываются реально дикие звери из джунглей и нападают на всех. Тархун наказывает своего главного обидчика, он сбрасывает дикие в ту же клетку, куда он его и загнал. Так заканчивается индийский тарзан. На моем канале есть другой обзор на трех мушкетеров. Кармиандра, Чакраборти, Дензомпа. Посмотрите видео, прочие мои обзоры. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем добра.